Я надеюсь, я в тот аккаунт вышла. Сейчас перепроверим. Да, вроде бы в тот. Привет. Олеся, я на каком аккаунте? На открытом, ведь все верно? Да, все, хорошо. Как дела, девчонки? Как самочувствие, как состояние, как настроение. Как это добрый вечер, Оксана. Только день начался, а ты уже нам его заканчиваешь. Добрый день. Давайте пока ищем у нас в Москве день. Открытый, открытый. Открытый! Прекрасно. Ну что, как вы тут на открытом без меня? Соскучились? Мы там на закрытом штампуем эфиры. На открытой этой силы-то не хватает. Не можешь и там, и там. Когда еще работа есть, помимо этого? Не получается. Как дела? Как настроение? У меня настроение хорошее, благостное. Чего я вам желаю? Налила себе чашечку кофе. Вышла к вам, мои хорошие, в эфир. Покрасила волосы. Если вы как бы внимательны, то видно, что я потемнее стала. Да, хорошее, хорошее настроение. Рада, что соскучились все это взаимно. Сегодня интересная тема. Пофилософствуем, да? Пофилософствуем на тему ты, твой мужчина и еще кто-то. Я не называю эту тему треугольник или конкретно любовница. Так, еще кто-то. Спасибо большое за комплимент. Пишут, что я красива. Спасибо. Вот что делает с человеком покраска волос. Он преображается, да? Как жалко, что мужчины не могут этим пользоваться так, как мы. Так, потому что я тоже хочу, чтобы все мужчины были красивыми всегда. Вы знаете, я за красоту и за мужскую, и за женскую. Попрошу какую-нибудь пионерку написать тема, две точки. Ты, твой мужчина и кто-то еще. Спасибо. Я без фильтров сегодня свечусь. Представляешь, как здорово? Да. Ваша тема. Прекрасно. Она для всех для нас будет полезной. Мне кажется, к сожалению, не обошла эта тема ни одну женщину в этом мире. Во, молодец. Уже прикрепила. Ну, давайте порассуждаем. Ну, бывает так в жизни, да? Сейчас я выключу комментарии, кстати, чтобы на них не отвлекаться. С одной стороны, хочется выключить, потому что экран отвлекает. А с другой стороны, кстати, если вы думаете, что это у меня бриллианты, вы очень мощно ошибаетесь. Нет. Какие же у вас красивые зубы? Глаз не оторвать. Зубы. Я иду лечить в среду. У меня всегда были всю жизнь плохие зубы. И я не знаю, с чем это связано. Наверное, с каким-то сахаром, который нельзя в детстве ребенку было давать. Ну, так получается, что все мои задние зубы, они лечены, залечены, перелечены. И даже там уже есть коронки. И они очень рано у меня появились. А вот с передними более-менее окей. Спасибо, Господи. Ну, так, чтобы вам было совсем, чтобы я с вами своя в доску встала, я вам скажу, что вот этот зуб у меня винир. Да, у меня одиночный винир. Да, комар нос не подточит. Потому что клиника, в которой я лечу свои зубы с 19 лет... Сейчас расскажу. Ладно, отсоединимся немножко от темы. В 19 лет у меня был ухажер. Очень богатый, респектабельный мужчина. Этот мужчина сейчас живет, как и положено, в Лондоне, потому что отсюда надо было собирать свои манатки и уезжать скоропостижно. Ой, Барсен. И там, в этом Лондоне, он своими 30% бритиш-петролем владеет. Ну, и не только. И вот мне было 19 лет. Вы знаете, у каждой женщины, у каждой уважающей себя женщине в жизни был олигарх. Вот у меня такое тоже было. Ну, классный был мужик. Как и полагается, постарше меня. Лет на 16. Все как надо. Так получилось, что я... Никогда, кстати, никому не рассказывала эту историю. Но я знаю, что вам интересно. Мой папа устроил меня во времена моего какого-то очень серьёзного нищенского существования. В 19 лет я училась на третьем курсе универа. И мой папа устроил меня в компанию работать секретарём к своему другу. И папа, когда мне позвонил, он сказал, я тебя устрою к Серёже в офис. И говорит, Серёжа крутой. Это единственный... А папа жил у меня тогда уже на чистых прудах в таком красивом доме. Он до сих пор там этот дом. Я там принимаю в этом доме. Говорит, это единственный мой друг, Катя, который ездит на 600-м Мерседесе. Ну, то есть, представьте, это вообще 19 лет, 21 год назад. И я говорю, окей, пап, хорошо, я согласна. Я надеюсь, меня там не расстреляют бандиты. Он говорит, нет, там всё очень официально и чин-чинарём. Ну да, действительно, я оказалась в кругу невероятных мужчин, больших бизнесменов с правильным видением, как мне кажется, с правильным пониманием, что они делают и зачем. И я работала у Сергея Викторовича. Для папы он был Серёжа, для меня был Сергей Викторович. Я работала у Сергея Викторовича секретарём. И работа моя была самая прекрасная работа в мире. Сергей Викторович в офис приходил раз в месяц. А приходил в офис, кричал на меня, говорил принести ему сигареты, кофе. И я всё это делала с трясущимися руками. Просила напечатать какой-то там один документ. И после этого исчезал опять на месяц. И так я у Сергея Викторовича проработала два с чем-то года. За это получала просто невероятно большие деньги. То есть я помню, что квартира в Москве, двухкомнатная, которую я сразу же стала снимать, стоила 150 долларов. А платили мне 400. И вот такая была у меня работа. Мне самое главное, нужно было с 9.30 сидеть красиво. И вообще никто даже ко мне в приёмную не заходил. Я принадлежала себе. Я там училась, читала книги, узнавала мир, интернет, заводила почту. Ну, то есть такое, такая жизнь была. Но однажды Сергей Викторович взял меня с собой и сказал, что нужно пойти шефа поздравить. Я говорю, ну так раз нужно, пойдём. Говорю, что купить? Он говорит, ничего не надо покупать, просто идёшь со мной. И мы спустились в какой-то огромный кабинет. Метров, наверное, 51 кабинет, метров, наверное, 100 другой кабинет. Ну и вот так мы так выстроились, выстроились в линеечку поздравлять шефа. И вдруг выходит этот шеф, ну такой себе мужичок, помоложе моего Сергея Викторовича, очень резвый, симпатичный, харизматичный. Но он симпатичный был просто приятный. То есть не в моём вкусе абсолютно. И я всегда отличалась чем? Что я хорошо говорю, да? И когда до меня дошла очередь сказать что-то шефу, о котором я вижу первый раз 5 минут в своей жизни, это, конечно, было очень страшно, то я завернула какой-то такой невероятный тост, что шеф просто прозрел, проморгался и сказал, кто это у нас здесь? Кто это такой умный? Да, ему сказали, ну это Катя, вот там секретарь Серёжи. У нас не было тогда таких слов, как ассистент. У нас секретарь был секретарь. Вот секретарь Серёжи, вот Сергей Викторович, вот Катя. Ну а он говорит, ну Катя. И с тех пор моя жизнь больше никогда не была прежней, потому что шеф положил свой мутный глаз на Катю. И шеф меня очень долго укатывал, обхаживал там. Всякие были очень красивые с его стороны ухаживания, потому что мужик, он был культурный и очень такой аккуратный. И накрыла его не по-детски, месяца на три на мой адрес, и он прям, жизни у него не было. А я ему говорила, найн, говорю, нет, ничего у нас не будет, главное не увольняйте, говорю, зарплата хорошая. И благодаря всё-таки нашему с ним какому-то роману, который случился, потому что невозможно было всему этому не поддаться, я звонила папе и говорю, ну слушай, папа за мной вот этот ухаживает, вот этот. Папа мне говорил, соглашайся, квартиру купят. И мы ржали очень с папой. Он говорит, две. Я говорю, пап, ну что ты? Ну конечно смеялись очень сильно. Никто никому никаких квартир не покупал, но зуб с тех пор у меня починенный стоит. Вот такая вот смешная история. Не хотела отвлекаться, но надеюсь, вам понравилось. Итак, давайте про ты, твой мужчина и ещё кто-то. Я фамилию олигарха употреблять не буду, потому что она слишком известная, чтобы так мужика компрометировать, да? Поэтому не буду. Сергей Викторович-то неизвестный. Ему ничего не будет. Сергей Викторович был одним из генеральных директоров нашего холдинга, в котором мы там заправляли. Так. Смотрите. Я вот с какой точки зрения хочу раскрыть вам эту тему. Давайте будем говорить о здоровых людях. Не будем ориентироваться на мужчин, а в скобочках можете себе на подкорку ставить женщин, у которых нет способности быть в глубоких отношениях. Я сейчас очень активно ищу источники новых знаний, причём меня интересует... Про психологию мне в целом-то более-менее понятно. Я много лет потратила на то, чтобы изучать психику человека. И сейчас у меня больше идёт направление в такое, знаете, во вселенское, в какое-то духовное, в более глубокое изучение людей в масштабах галактики, вселенной, в более в таком макро, да. Микро. Психология — это микро. То есть ты изучаешь непосредственно, как работает причинно-следственный, скажем так, аппарат внутри отдельно взятой личности. А сейчас мне интересно, с какими задачами приходят в этот мир люди с нарушенной психикой, со здоровой психикой. Почему одни из них могут испытывать чувство любви, другие не могут. Для меня, как для специалиста, понятно, что способность любить — это штука не каждому от рождения данная. И развить её практически невозможно, если в базовой комплектации она не заложена. И есть психологическое объяснение с точки зрения клинической психологии, почему так. А есть с духовной точки зрения другое объяснение, почему есть люди, очень похожие между собой, но при этом кардинально отличающиеся друг от друга. И клиническая психология — это такая вещь, которую можно изучать бесконечно. она имеет такие лабиринты, такие глубокие объяснения, что на это жизни, конечно, не хватит. Но обычная психология, если мы не идём в клинику и в патологию, она на самом деле не так уж сложна, и достаточно несколько лет своей жизни так глубоко в неё зайти, чтобы в принципе всё понять, что там происходит и зачем. Так вот, я сейчас хочу говорить с вами на уровне не клинической психологии, обычной психологии. Мы будем брать и разбирать норму нормальных людей. Поэтому, когда вы слушаете мою лекцию и перекладываете эту информацию на своего патологического партнёра и говорите, что-то не сходится, обратите внимание, может не сходиться, потому что ваш партнёр далеко за рамками нормы и у него всё не так. Так вот, давайте посмотрим. Вот живёт пара. Я, кстати, какой-то там вначале закрутила штришок и на него не ответила, вот не пойму. То есть перед тем, как я сказала, что мне интересно познавать не только психологию, какая-то была идейка, ну ладно, вспомню потом. Посмотрю эфир, вспомню. Значит, смотрите, живёт пара, мужчина и женщина. И между ними изначально есть договорённость, потребность и желание быть в отношениях. Отношения у нормальных людей подразумевают глубокую, интимную, эмоциональную привязанность. Также, если говорить с духовной концепцией, то это энергетическая связь. Энергетическая связь, мы сами её образуем, выбирая того или иного партнёра. Энергетическая связь даёт нам следующее. Мужчина, в частности, от женщины получает энергию. Женщина от мужчины, через секс, да? Женщина от мужчины получает энергию посредством его нахождения с ней рядом и направления своего внимания и, скажем так, своего чувства любви. Внимание для мужчины, когда любит, он к женщине обращает своё внимание. И это внимание может быть как просто взгляд, как слова, как мысли. То есть, на самом деле, обмен между ними происходит. Но только надо понимать, что изначально женщина свою энергию мужчине отдаёт через секс, благодаря посредствам своих эмоций, которые она в сексе проживает. Почему мужчину так это наполняет? С точки зрения психологии, мужчина наполняется чувством собственной значимости, если он видит, что этой женщине он делает такой уровень удовольствия. Мужчина себе в заслугу ставит женский оргазм. Он от этого считает себя молодцом, да? Такой вот, хочется сказать, дурачок, да? Но как бы он реально думает, что, ну, вот у мужчины так построено, что через сексуальную связь он наполняется, чувствует себя мужественным, могущим. Я могу сделать вот так, чтобы эта женщина именно от меня получала своё самое высокое удовольствие. Его самооценка в этот момент растёт. С точки зрения энергетики, женщина, женский оргазм настолько мощный, что он в тот момент, когда он направленный, он в тот момент, когда он у женщины происходит, он реально передаётся как энергетический заряд мужчине. То есть всё взаимосвязано. Психология, духовность, всё это тема такая. Об одном и том же. На самом деле просто разные, с разных точек зрения объяснены. И женщина, она же не может бесконечно только отдавать, 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 отдавать. Нет, конечно же, она тоже получает от мужчины, но получает она это посредством. Что значит посредством? За счёт чего? Она получает это за счёт того, что он своё внимание на неё направляет. Но какое внимание? Любящее внимание. Там в его взгляде есть восхищение, любование, влечение, желание. То есть благодаря этому он готов с ней делиться всем, что у него есть, находиться с ней рядом в течение длинного времени, годами, жить с ней, потомство с ней заводить, оберегать её. То есть он насыщает её, в свою очередь, вот этим всем. Женщина, правда, наполняется от ощущения, что она та. Женщина не наполняется от того, что она переспала с мужчиной. Она наполняется от идеи, от мысли, что мужчина для неё готов отдать, что у него есть. То есть поделиться тем, что у него есть, что он даже не то, что поделится, что он готов что-то сделать для неё, да, что она вызывает, да, там, если ты мужчине пошлёшь букет цветов, его это мало тронет, его даже это, скорее всего, смутит, потому что он, это как-то занизит его самооценку, опустит его могущество, да. Если женщине пошлёшь букет цветов, то она в этот момент наполняется чувством собственного какого-то достоинства, ощущения себя прекрасной, избранной, да. Вот эти вещи подпитывают женщину. Короче, всё очень сложно, это только намётки, то, как я понимаю, ещё стоит вообще, это всё ещё можно изучать бесконечно, да. И вот когда женщина живёт в союзе с мужчиной, у неё образуется связь, психоэмоциональная-энергетическая связь. И эта связь и есть ваша безопасность, и есть ваша гарантия, что вы будете только вдвоём в этом союзе. Но, допустим, так получилось, что союз есть, а психоэмоциональной связи нет. И тогда, если вы сами этого не замечаете, если вы закрываете свои глазки на эту правду жизни, не хотите анализировать неприятные для вас факты, то тогда Вселенная обязательно продемонстрирует вам наличие ещё кого-то рядом с вашей парой. Очень многие мужчины и женщины, которые приходят ко мне на приём в треугольниках, они говорят, а мне интересно, да, вот я прямо сейчас нескольких таких веду, они говорят, а вот мне интересно, неужели мой партнёр вот вообще не замечал, что на самом деле я состою в отношениях ещё с кем-то. Там такие вот яркие там сигналы, а какие яркие сигналы? Ну, например, люди не спят, мужчины и женщины не спят, между ними нет секса. А как такую штуку не заметить? Как, например, мужчина, если его женщина с ним не спит, спит значительно меньше, отлынивает, дистанцируется, да, если у женщины есть другой, да, как мужчина может этого не заметить? Если он патологичный, и ему самому этот секс и эта близость в тягость и не нужны, то он тогда будет испытывать облегчение. Но мы о таких сейчас не говорим. Давайте говорить о нормальных людях, которые очень сильно нуждаются, у них есть эта потребность, они именно этого хотят. Да, вам смешно? Как так происходит, что отсутствие секса люди для себя не обозначают как какую-то серьёзную неполадку в отношениях, как что-то неправильное между ними, да? Второй момент. Ведь секс – это один из самых ярких индикаторов того, что между вами происходит. И когда один из партнёров теряет интерес к другому и направляет свою энергию, свои чувства и свои эмоции на кого-то ещё, то здесь между людьми, конечно же, проседает всё. Проседает защитное... Проседает вообще... Слово «защитное» прочитала. Сейчас выключу. Комментарий я выключила. Проседает всё. Не только секс. Проседает диалог, желание вместе проводить время, заинтересованность в другом партнёре. Да, банальный домашний диалог проседает, а ещё проседает, ты перестаёшь интересоваться, тебе не интересен тот, с кем ты живёшь. Это не заметить невозможно. Девочки, мальчики, невозможно не увидеть, что твой мужчина, например, тебя не видит, что ты для него как будто бы прозрачная субстанция, да. Также невозможно и мужчинам не заметить, что их женщина позже возвращается, часто с кем-то сидит в телефоне, переписывается. Всё меньше ты вызываешь у неё каких-либо эмоций, да. Но люди предпочитают не видеть. Причём, вы знаете, друзья, непросто не видеть. Есть две степени невидения. Одна – отрицание этого нет, а другая – вытеснение. Ну, что-то есть, но я об этом завтра подумаю, да. Так вот, до уровня отрицания – это такая уже патологическая черта. Она ещё не говорит, что если у кого-то есть отрицание, то это патология характера. Нет. Бывает, люди призывают в свою жизнь патологическую черту, чтобы всеми правдами и неправдами сохранить своё ощущение комфорта, сохранить привычный уклад жизни и привычную для себя идею, что у меня всё хорошо с моим мужем, он меня любит, я ему важна. Причём она, если бы постаралась и пришла бы с ним на разговор, то, вероятнее всего, он бы ей правду-то и сказал, да. Но она настолько демонстрирует ему всячески, что иногда даже у женщин есть такое послание – «Ты там изменяй себе тихонечко где-нибудь, только так, чтобы я этого не знала». И вот эта вот позиция «изменяй себе так, изменяй с кем хочешь только так, чтобы я этого не знала» – это, конечно же, про очень большой страх и про очень большую неосознанность. Человек в этой точке считает, что измена сама по себе вещь не опасная, она опасной становится только в том случае, если я узнаю об этой измене, и мне становится неприятно. А то, что измена или просто наличие какого-то третьего человека – это очень важный индикатор качества отношений между вами, женщина или мужчина думать об этом не хотят. Им кажется так, что если… Ну, то есть это то, что она запрашивает, ты изменяй, но главное, чтобы я об этом не знала, это как всё равно, что мне вообще не важно, какого качества наши отношения, что ты ко мне чувствуешь, хочешь ли ты меня, или вообще есть ли у нас перспектива, главное, чтобы я об этом не знала. Главное, чтобы у меня было ощущение, что перспектива есть, что я тебе нужна. Вот постарайся как-нибудь эту видимость создавай, а там уж пофигу, что там дальше. То есть получается, что это запрос вот на это. Когда… Я про что хочу сказать? Что правило всегда одно. Хотите – верьте мне, хотите – нет, ориентируйтесь на мои слова, или сопротивляйтесь им. Я расскажу в своей Вселенной, как у меня, как у человека, который любит анализировать, причинно-следственно искать, как психолог, который проводит большое количество сессий в приёме, общения по этим темам. Я хочу так сказать, правило всегда одно. Не бывает так, чтобы у вас с партнёром была психоэмоциональная связь, чтобы была любовь, обмен энергией, и вдруг кто-то нарисовался рядом. Такого быть не может. То, что кто-то нарисовался третий, это всего лишь вам такая подсказка, что между вами дела-то дрянь. Это не случайность. Такого не бывает. Что ты, знаете, приходит на сессию, говорит, так у нас всё хорошо. У нас всё было хорошо. У меня сидел мужчина, который говорит, мы 14 лет прожили, у нас был прекрасный брак, «Все думали, что мы идеальная пара». Как только я слышу фразу, что «все думали», я сразу понимаю, что человеку крайне важно, что о нём думает общество, потому что, похоже, сам он этого не ощущает. И тогда он смотрится в это общество, и так смотрится в него, как в зеркало, и говорит, так, вы что о нас думаете, что мы идеальная пара? Окей, я согласен, да? Не бывает, друзья, такая постановка дел, что эмоциональная привязка к одному человеку, а желание, например, к другому. И когда вы начинаете... Не все женщины такие, которые не хотят видеть, не все женщины такие, которые боятся узнать и говорят, «Ты мне изменяй, главное, чтобы я не знала». Таких женщин мало. Те, которые говорят, «Изменяй, но главное, чтобы я не знала», им как-то свою слабость, свой страх, свое нежелание выйти на собственные уроки жизни, они оправдывают это псевдомудростью. Они говорят, «Это мудрая позиция. Я таким образом сохраняю семью». Моя бабушка говорила «семья». Потому что все мужчины изменяют, и на это просто не надо обращать внимания. Друзья, ну, конечно, это не так. Все люди разные. И мужчина, в целом, если стремится постоянно к измене, то это говорит про патологию характера. Или очень низкий духовный уровень, да, очень низкий духовный уровень, или про неспособность женщины с мужчиной прорастить себя в нем, прорастить, вырасти в нем. Знаете, как, когда в мою жизнь заходит мужчина, который мне очень сильно нравится и дорог, у меня есть такое желание, чтобы я была в его душе. И я себя и свои ценности ему показываю и пытаюсь с ним их разделить. И если я вижу, что те зерна, которые я бросаю в его душу, там не способны прорасти, да, зерно верности, преданности, честности, откровенности, открытости, если это все, да, что вот разделение совместных мыслей, чувств и намерений, если я вижу, что этого всего там нет, то я не пойду дальше с этим мужчиной. Почему? Потому что некоторые мужчины на таком низком уровне восприятия реальности, да, такой он у них гедонистическом, материалистический, да, то есть с ними связь вообще невозможно образовать, то, конечно, такой мужчина никогда к тебе не привяжется, да, или может быть патология характера, нарциссизм, шизоидности и так далее, тому подобное. Психопатия, у них просто способности с кем-то завязываться в узелочек нет, у них есть способность кого-то только в узелочек завязывать, да, ради своей безопасности, а быть кому-то преданным они не могут. Так вот, это работа в том числе, чтобы твой мужчина был с тобой в союзе, это в том числе работа и какой-то анализ, а он тебя чувствует, а ты его чувствуешь, а между вами что сейчас происходит, а знаешь ли ты, о чём он думает, чего он хочет, чего он боится, о чём он вообще мечтает, да, какие у него планы на будущее, как он относится к вашему прошлому, это работа, это работа по познанию, и вот именно это я еду к окну, что вы думаете, я делаю? ой, Барсик, мы с тобой едем, всё светло, ещё можем какое-то время поговорить. Образование глубины эмоциональной связи, это в том числе и ваши, девочки, задачи, мальчики и ваши тоже. Но иногда человек выбирает себе в партнёры кого-то по принципу компромисса, по принципу пора, по принципу подходит, по принципу надёжности, по принципу минимальной симпатии и обрекает на самом деле себя потом в дальнейшем, в будущем на что? На отсутствие связи с этим человеком. А если связи нет, если эмоциональная привязка отсутствует, то тогда появится кто-то. Почему появится кто-то? Потому что не может здоровая личность жить без подпитки эмоций. И если человек даже состоит в отношениях с кем-то, он эти отношения, может быть, даже пролонгирует, делает что-то, чтобы эти отношения дальше жили, дальше были, но при этом он, допустим, это часто, ну это и у мужчин, и у женщин. У меня сейчас пара есть, они отдельные друг от друга ходят, да? Я вижу, что ни там, ни там эмоциональной привязки к собственным супругам не было. И в результате это только вопрос времени, когда появится тот, кому эту привязку они направят. И знаете, что удивительно? Ну просто у меня ещё такая зона, в которой я работаю, область, и женщины, и мужчины направили свою привязку на психопатическую личность. То есть в результате женщина замужем, она хочет эмоций, она хочет любви, она, будучи в браке, в союзе, в определённом, как вам сказать, в определённой стыковке она уже находится, да? Ну там, на духовном уровне. И когда она идёт к другому партнёру, получается следующий момент, что она, будучи с одним мужчиной, тут же фиксирует себя ещё с одним. И это энергия измены. Энергия измены – низкочастотные энергии, низкочастотные вибрации. То есть здесь вот на таком вот, как вам сказать, в этом поле грязное, нечистое, потому что когда несколько партнёров у одного человека поле грязным становится. Один плюс один – чисто. Один плюс один плюс один – грязь, да? Смешивается сексуальная энергетика, ничего хорошего не будет. И притягивается в это поле такой же грязный партнёр, у которого вообще надо вопрос задать, у него вместо души там что стоит, да? Что за субстанция? Потому что психопаты – это люди, которые очень сильно отличаются от обычного, от обычно задуманного человека, да? То есть у них специфическое всё, да? То есть это люди прям, ну, тьма ходячая, да? То есть там всё на разрушение идёт. И своя собственная личность, и личность окружающих этот мир. Ну, то есть там энергия разрушения идёт, да? То же самое с мужчиной, да? Такая же история. Мужчина с одной женщиной, да? Состоит связи в союзе, не дай бог, ещё вот в официальном, и выбирает себе кого-то, потому что здесь истинной привязанности нет, выбирает себе кого-то на том же самом поле, поле измены, подтягивает себе партнёра какого? Опять такого же. Грязного партнёра, не чистого ни душой, ни телом, да? С точки зрения психологии, как можно это объяснить? Ну, как так получается? Это духовные какие-то концепции, там сказочки, кто верит, кто не верит? Ну, какой мужчина согласится спать с женщиной, которая в браке? У которого с принципами моральными дела не айс. То есть, давайте по чесноку. Тот, кто соглашается входить в отношения с несвободной женщиной, да? Или с несвободным женатым мужчиной временно закрывает на это глазки и думает, «Вот это не моя проблема, я сейчас кайфы свои просто хапну, да? Сейчас я свои кайфы поймаю, а что там вот, мне пофигу, да?» Это люди, у которых принципов нет. Им насрать, им плевать, им всё равно. Какие там бумеранги? Насрать какой бумеранг? Никто, нигде не написано, что он есть, этот бумеранг. Самоуважение? Да, отсутствует самоуважение. Нет такого, в принципе, опции такой под названием самоуважение. Есть желание взять, насладиться, получить и вообще не думать, во что это может вылиться. Поэтому сейчас подведу вот какую идею. Все истории про кого-то третьего в вашем союзе – это в первую очередь история про вас. Про вас, если вы оказались пострадавшей стороной. И про вас тоже, если вы инициировали третьего человека рядом с собой. Ну, то есть, получается, если вас тоже посчитать, да? Человек, который решается на двойную связь, на двойной союз, неважно, спит он со своей женой, не спит, на две женщины решается, это человек, у которого, прежде всего, к себе должны быть очень большие вопросы. Что с моими морально-этическими правилами, принципами, каков мой внутренний стержень, и почему я настолько слаба, что я допускаю в свою жизнь вот эту грязную, нездоровую, не самую правильную энергетику, да? Неужели я не понимаю, что безнаказанно в моей жизни это не пройдет? Не будет так, если ты здоровый, психический человек, то ты столкнешься всегда потом с сожалениями о том, что в твою жизнь это вошло. Сначала ты войдешь в сожаление, что в твою жизнь это произошло, потому что тебе будет очень люто, просто тебе будет тяжело. Тебе будет тяжело, потому что у тебя здесь женщина и обязательства, там женщина и там обязательства. Ты столкнешься с выбором, ты столкнешься с тем, что кому-то нужно будет причинить боль. Если ты здоровый человек, тебе будет больно за то, что кому-то тебе нужно сделать больно, да? Если психика нездоровая, то там не разберёшься, что может во что вылиться, как всегда, всем наплевать. Любовники и любовницы – это всегда сделка собственной совестью, это всегда путь слабости, это всегда отказ проходить свои духовные и этические моральные уроки. Это всегда про то, что я не буду уходить из своей зоны комфорта, в которой мне не очень комфортно, но я её оставлю при себе. Понимаешь, то есть тут какая история, ты не можешь, ты не можешь брать второго человека в свою жизнь, если у тебя один уже есть. Не положено так, да, и за это будет, конечно же, сильнейший бумеранг. В виде чего? Ну, два моих клиента, которые сейчас в этой ситуации находятся, каждый страдает, женщина страдает вообще, потому что психопатическая связь привела её к жёсткому преследованию и чувству отмщения, и не чувству, а факту отмщения. Потому что когда женщина поняла, что партнер – психопат, и что здесь никаких кайфов быть не может, и что ей только казалось, что здесь такой брутал с интересным членом, а в результате оказалось, что когда она решила расторгнуть им эту связь, потому что он просто начал её кошмарить и измываться над ней, невозможно. Потому что психопат не позволяет, чтобы его оставили. Особенно такой властолюбивый психопат на пограничном уровне, он начинает, он уже несколько лет её преследует, и очень сильно отравляет ей жизнь. Очень сильно. Что касается клиента мужчины, клиент на другой ступени своего развития находится, он пока ещё не понимает, что его кошмар – это и есть эта женщина. Он сейчас понимает, что его кошмар без этой женщины. То есть он обрёк себя на то, что отношения там сложить очень тяжело, не получается по-хорошему, по-взрослому, по-зрелому. Поэтому начинаются эмоциональные качели, перепады, отвержения, приближения, и в результате на душе дрянь, плохо, жить не хочется, спать не хочется, есть не хочется. То есть у каждого будет раскручиваться свой собственный сценарий, в котором тебе будет плохо, нехорошо. Ну, хорошо в кавычках. Мало того, друзья, предательство, оно всегда наказуемо, но также и предательство собственного «я». Когда ты живёшь с нелюбимым человеком, здесь двойное предательство собственного «я». Двойное предательство – предательство второго, с кем ты живёшь, и с кем ты, по идее, подписал договорённость, что у вас будет тут двое в этом союзе. И ещё одно предательство, которое связано с тем, что ты предаёшь себя. Ты предаёшь свои принципы, ты предаёшь… Ну, ты в этот мир зачем пришёл? Ну, не быть же тем самым, у которого двойные стандарты, двойные предательства. Ты же не хочешь, живя с какой-то женщиной, получать измену. Ну, вот точно не хочешь. Да? Если бы ты оказался в той же самой ситуации, ну, ты бы разразился праведным гневом и подошёл бы к своей жене и сказал, «А поговорить слабо? А зачем ты вообще со мной тогда живёшь? Если у тебя есть такая безумная страсть, такой перпендемонокль с другим мужиком, А как ты меня столько лет за дурака держишь? А как ты со мной так обходишься? Да нафиг надо с тобой жить, давай разведёмся. Не, не хочешь, тебе со мной комфортно?» Да? То есть, если до конца быть честным с собой, то можно понять, что не хотелось бы, чтобы со мной-то так поступили. Потому что это несправедливо. Это не по-честному. Это мерзко, это гадко. И правильно. И это мерзко, и это гадко. Поэтому, друзья, по поводу поста, который я начала писать и ещё не закончила, я допишу там текстом, обсудим. Когда вы понимаете, что ваш мужчина или ваша женщина сняли свой фокус внимания именно с вас и направляют его куда-то в другой адрес, единственным верным для вас будет решением – это поговорить с вашей женщиной или с вашим мужчиной. Вариант перескочить этого человека и выяснить отношения с третьим лицом – ну, это самое бесполезное, что может с вами быть. Бесполезно с какой точки зрения? Во-первых, вы никаких своих уроков вообще не проходите, потому что другой человек – это очень сильный урок. Ну, в первую очередь, про самоценность. Если это не патологичный партнёр, если нарцисс получил в союзе со своей женщиной измену, ему женщина изменяет, то это про его неспособность любить. Он к ней относится потребительски, ну и она тоже. Если здоровый мужчина без нарциссизма, патологизма какого-то получает, любящий, демонстрирующий любовь своей женщине, получает с её стороны измену, то это про то, что он любит не того человека. Ему бы себя научиться полюбить. А когда ты пытаешься договориться с третьим лицом, выяснить, что у вас есть, чего у вас нет, то есть ты пытаешься как будто бы извне причину убрать, на неё как-то повлиять. А влиять ты можешь в этой жизни только на себя. Ты только с собой можешь и обязан или обязана договариваться. Поэтому, когда мы хотим выяснить, вот эта задачка, я хочу выяснить, я не могу добиться правды от своего партнёра, поэтому я подключаюсь к третьему человеку, чтобы через него получить собственную правду. Ребята, это в пользу бедных акция. Если ты находишься в таком положении вещей, что со своим человеком не можешь о чём-то договориться, первое, либо это не твой человек, но это просто, он не считает, что он с тобой в отношениях, да? Он вообще не считает, что он тебе должен ответы давать. И второе, ваши отношения приговорены. Здесь нет ничего между вами. Между вами нет отношений. Между вами есть формальная какая-то договорённость, а отношений нет. Потому что отношения предполагают возможность честного разговора. То есть, если мой муж говорит, слышь, отвали, я не хочу с тобой об этом говорить, всё, ребят, дальше ехать некуда. Всё, это полный пиздец. Это вы уже приехали. И тогда вы пытаетесь, вы сначала один вопрос, второй вопрос, третий, а потом вы начинаете бабам в его телефоне писать, чтобы выяснить, Маша, у вас есть что-то с моим мужем или нет? Я просто не могу от него добиться правды. Моя хорошая, если ты от своего мужа не можешь добиться правды, ты на таком низком плинтусе, под плинтусом, под ковролином, под линолеумом, под чем угодно, ты уже под асфальтом. Всё, что ты можешь, это остановиться и задать себе вопрос, почему я там, почему я в такой жопе оказалась, доколе будет этот беспредел в моей жизни, мной самой организовываться. То есть это очень серьёзный разговор с собой, как я тут оказалась, что мой муж не считается со мной. Единственный, кто с тобой должен считаться, это ты и твой муж, по большому счёту, первые люди. А ты даже с этой задачкой не справилась. Задавайте вопросы, или хочу ваши реакции почитать. Как правило, там, где измена происходит, то тому, кому изменяют, это, как правило, люди, которые либо ничего и никого не видят, кроме себя, либо это люди, которые живут на страхе, на очень большом страхе потерять собственного партнёра, поэтому они не могут ему сказать, слушай, стоп, Вась, ты чего? Ты не в ту сторону идёшь, потому что у них нет власти отвержения. Они не могут своему партнёру поставить никаких условий, потому что эти условия они не смогут выполнить сами. Она женщина, например. Почему какой-то женщине, ну, никогда не изменит? Ну, допустим, примерно хотя бы, да, если она... Ну, потому что мужчина будет понимать, чем это чревато. Но он её потеряет, да? Как вы думаете, понятно ли вам, что нужно делать, если вдруг вы заподозревали, что ваш мужчина имеет кого-то ещё? Вот человек пишет. Катенька, я уже год в отношениях с женатым. Что делать? Меня грызёт всё это. Из-за этого его съедаю. Что делать? А ты поговори с собой. Смотри, ты задаёшь мне вопрос, что тебе делать, а живёшь в отношениях ты. Как же я могу тебе сказать, что тебе делать, если в этих отношениях не я нахожусь, я не нахожусь в отношениях с женатым мужчиной и не сгрызаю ему мозг за то, что я выбрала тебя женатого. Это твой выбор. Это в какой-то момент ты решила взять свой кайф, несмотря ни на что, что у тебя потом будут из-за этого проблемы. Тебе было всё равно. Так ты сейчас пытаешься воздействовать на этого человека, а чего ты на себя не пытаешься воздействовать? Почему ты не хочешь поговорить с собой? То есть ты хочешь, чтобы вселенная поменялась, а не ты. А так не будет. Крутой эфир, спасибо огромное. Всем рекомендую в сегодняшней теме посмотрите сериал «Почему женщины убивают?» Важно. Слушай, это русский или американский сериал? Моя знакомая говорит про мужа после того, как он приходит в 4 утра. Но он же ко мне приходит в итоге. Поговорить с ним по этому поводу – да. А ещё с кем нужно с собой поговорить? Потому что всегда, если в твоей жизни появляется подозрение, что связи у вас нет, надо задать себе вопрос «Почему так у нас?» Муж болен, лейкоз узнал о том, что он возобновил отношения с бывшей. Как быть, уйти от больного? Вот смотрите, опять человек мне перекладывает ответственность, как хочется. Знаете, у людей формируется неправильное понимание психолога, мудреца, спикера. Знаете, психолог что-то рассказал, поделился какими-то глубокими знаниями, и человек думает, что в этот момент здесь открылся портал, куда можно загрузить информацию о себе и получить готовый ответ, как мне дальше жить. Вопрос к себе должен быть. Мне что делать? Мне как нужно быть? Сегодня мы вчера на закрытом говорили об очень важной вещи под названием «Что делать, когда запутался?» И я там детально раскладывая на атомы объясняю, как научиться распутываться, как научиться обращаться к себе. Ну, то есть там есть идея, что через обращение к себе ты можешь найти все ответы. Просто нужно правильную настройку сделать, и я там подробно рассказываю, как. И вот если вам действительно нужно это, то я думаю, что вы не пожалеете тысячу рублей в своей жизни, потому что очень многие, приходя на бесплатный аккаунт, аккаунт, слушая эти лекции, не воспринимают это как совет. Ну, это где-то там бесплатно какой-то блогер сказал. А вот когда люди заплатили уже что-то за информацию, то она становится для них по-настоящему ценной, весит больше. И тогда они реально то, что взяли, применяют в своей жизни. Поэтому, если вам интересно, все, кто на этой неделе подписывается эту лекцию, вчерашнюю нашу, как распутаться. Если запутался, получают в подарок. Американский сериал надо посмотреть. План действий. Первый. Честный разговор, не откладываем. Психолог. Если да, и вы хотите простить. Подожди, подожди, что значит простить? Может, он не хочет расставаться со своей любовницей? Кого ты собираешься прощать? Почему тебе кажется, что если ты узнаешь, что он тебе говорит, да, у меня есть другая женщина, да, у нас отношения полгода, почему ты считаешь, что здесь есть вариант, тогда бегите к психологу, чтобы ты его смогла простить? Он тебя не любит. Он любит другую женщину, прикинь? А ты хочешь ему простить тот факт, что он тебя не любит, и дальше ты что с ней будешь делать? Полгодика будешь жить счастливо? Ты молодец, что ты по пунктам написала, но ты думаешь, что измена... Ты суть я не поняла. Ты думаешь, что измена это какая-то проблемка, которую надо просто взять и выбросить? Нет. Измена это про тебя. Это про то, что мужчина тебя не любит. Это всегда потому, что ты себя не любишь. И еще бывает момент, потому что ты никого не любишь. Ну, бывают такие женщины, у меня была измена, семейная пара, когда пришли, и он ее очень сильно любил. Но в итоге там была интрига с его стороны. Почему? А она в упор своего мужа не видела. Она видела мир и свои достижения. Желание здесь и сейчас быть как будто счастливой, а по факту очень не верить ни в свою жизнь, ни в мое счастье. Какая молодец! Ты правильно пишешь. Желание здесь и сейчас и отсутствие веры, что я могу быть счастливой вообще с другим человеком. Можешь, очень можешь, только при условии, что поменяешь себя, потому что тебя такую любить невозможно. Это я не тебе говорю, а просто вот женщине, которая с этим столкнулась. Как вы думаете, возможно ли восстановить эту связь именно с этим человеком? Если связь была, если связь была, то возможно. Но очень многие девушки не знают, что ее не было. Мой герой говорит, что у него никогда не было связи с женой, а ее там не было. Была симпатия, а связи не было. Энергию он так и не смог от нее взять. Она не умеет ее давать. Хотя любит его, как она думает, больше жизни. Но это не любовь. Катя, все верно сказано, а с позиции энергетики любовницы – это батарейки, обесточенный бежит за дозой… Да, 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 да. Если женщина психически уравновешена, то она дает энергию даже в статусе любовницы, и он юзает ее. Он ее берет и идет эту энергию там, в семье расходовать. Обесточенный бежит за дозой на сторону, так как дома у супругов нет психоэмоциональной связи. Любовница – еда. Да, любовница – не еда, но энергетический допинг. Женатый может обманом втянуть в отношения. Нужно сразу паспорт проверять, это удобно. Никогда никто тебя не сможет обмануть, если у тебя глаза открыты. А паспорт – это не доказательство. Я вообще слабо себе представляю, чтобы я не поняла, что мужчина женат. Понимаешь, женат – это он не раз в неделю в спортзал ходит. Женат – это он живет с женой-то. Понимаешь? Живет. Если жена живет в другом городе, то надо… Ну, все равно есть признаки-то очередные, да, то есть он все равно с тобой не сможет полноценно общаться, потому что он будет на выходные уезжать, на праздники уезжать. Ну, то есть это… Не надо никого проверять. То есть если ты здоровая женщина, кто к тебе человек, который будет создавать такую иллюзию, что он не женат, он просто в твое поле, в твое не войдет. Если к тебе заходят люди с таким масштабом лжи, ну, значит, с тобой что-то не так. То есть это к себе вопрос. Он тебе что-то зеркалит, какую-то очень важную ложь. Поэтому никакие паспорта ни у кого проверять не надо. Все жизнь показывает с самого начала. Держит слово, не держит, в мелочах, по-крупному. Все ясно. Просто, ну, как бы… Если ты по жизни себе не врешь, тебе не придет такой моральный урод. А если много признаков психопатии, но не изменяет, и что? А я бы хотела… Понимаешь, она пишет. Девочки, понимаете, она пишет. Я бы хотела… Я сейчас прочитаю для тех, кто в записи будет смотреть. А если много признаков психопатии, он мне не изменяет, даже не смотрит в соцсетях на других. Представляете, да, она верит в этот бред. Такие не изменяют, или он не психопат? Даже хочу, чтобы изменила, окончательно меня оставила. Я хочу не меняться сама. Я бы сама в этой жизни, ну, как бы своими собственными руками не стала бы что-то с собой делать. Вот пускай он что-то сделает, и тогда я его с воза сброшу. А так пока оно мне еще надо. Да, пока что я еще в нем сильно нуждаюсь. Полный отказ идти в осознанность и работа над собой. Вообще абсолютно. Посмотрите хороший сериал «Любовники». Совершенно много увидят стран. Да, сериал хороший, «Любовники» первый сезон особенно. Очень хороший. Там потом, конечно, перебор идет. В третьем сезоне, по-моему, немножко перебор такой идет, но… Крутой сериал. И сыграно круто. И очень он глубокий, да. И очень хорошо показано, что жена в какой-то момент своего мужа в упор не видела. Предательство не стоит прощать. Предательство не стоит прощать. Знаете, когда мне говорят, ой, он все осознал, он пришел, он просит у меня прощения. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, а он что, на Тибет съездил? Она говорит, при чем здесь Тибет? Я говорю, чтобы простить мужчину после измены, нужно, чтобы этот мужчина стал другим. Условно говоря, трансформировался до неузнаваемости. Ну, потому что тогда измены не будет. Второй раз, да. Я говорю, а он, ну, познал дзен. Ну, что он сделал, что он все понял? Он просто сейчас жалеет, что его отвергли. Ему больно, страшно. Он говорит, я все понял, я больше не буду. Мамуль, прости, пожалуйста. Мужчина, который просит прощения, по-настоящему говорит, я все осознал. Ему нужно время. Ему нужно трансформироваться духовно. Потому что то, что есть сейчас, это энергия того, кто изменяет. Да, то есть он свой вопрос решает за счет чего? За счет измены. А вопрос у него какой? Мне не сладко, не вкусно живется. Пресная, не интересная жизнь. Я пойду и организую себе связь еще одну. И все нормально, спит по ночам, храпит. Ну, потом бумеранг как будто мочит, не по-детски. Не изменяла телом, но за 10 лет куматозит сомнение, что это не мой человек. И в основном проблема, как будто не живу своей жизнью, существую. Не жалко 10 лет? 10 лет колбасится, что это не мой человек. Как вам себя не жалко? Как вообще можно 10 лет вот так вот, прости за слово, просрать? Ты что думаешь, эта жизнь у тебя вечная? Ну, то есть задай себе вопрос. Неужели блага, которые я там получаю, так много значит, что я вцепилась в них, как в последний бутерброд, и готова такую себе херовую жизнь организовать? 10 лет живу с ощущением, что это не мой человек. Да я бы повесилась за 10 месяцев. Классно ты себя не любишь. Катя, возвращаюсь к началу. Значит ли буквально, что отсутствие оргазма у женщины это показатель отсутствия энергии для мужчины? Если оргазм женщины поднимает самооценку мужчины, а женщина его не испытывает, симуляция в этом случае актуальна? Кошмар. Я хочу выпить кофе, но долью тебе водички. Ничего, да? Но буду уверять, что это кофе. Ну, как бы кофеин там появится? Смешные вы. Окей, мне кажется, у нас скоро подойдет к концу наш эфир. Да, буквально, наверное, через минуту. Все, кончается. Всем большое спасибо за эфир. Всех люблю. Пока!